Здравствуйте, уважаемые шашисты! Это видеокнига «25 ошибок новичка в шашках». Третья ошибка – это бесплановая игра. Как заметил древнеримский философ Синека, если не знаешь, куда плыть, то никакой ветер не будет попутным. Что такое план игры в шашечной партии? Это система ходов, связанных между собой одной или несколькими стратегическими идеями. Как правило, план игры также связан с проведением шашечных комбинаций. Большинство шашечных комбинаций остаются, так сказать, за кадром. Они появляются лишь в комментариях к анализу партии, но некоторые из них осуществляются в процессе игры. С выбором плана игры неразрывно связано мышление шашиста при обдумывании хода. Подробное видео я уже записывал, вы можете посмотреть его по этой ссылочке. Всем рекомендую и начинающим игрокам, и тренерам, что такое мышление шашиста. То есть, в начале партии мы, как правило, знаем дебюты, мы не думаем, мы играем уже в соответствии с выработанным стилем игры. Затем, в середине игры, где-то соперник отходит от теории, и появляется неизвестная позиция, и мы начинаем думать. Во-первых, вкратце, если что такое мышление шашиста, мы должны посмотреть, нельзя ли сразу же провести удар или комбинацию, оценить их последствия. Если они выгодны, то мы их проводим, если не выгодны, то мы смотрим, может ли соперник после нашего хода провести удар или комбинацию, какие он нам заготовил угрозы и ловушки. Если эти угрозы и ловушки есть, и комбинации, мы оцениваем их последствия, и уже смотрим, как играть, чтобы избавиться от них. Если мы не можем провести сразу же удар или комбинацию, и соперник не может, то мы уже намечаем план игры на несколько ходов вперед. План игры связан с многими особенностями, об этом я говорил в видео, сейчас не буду повторяться. Но, в принципе, как правильно выбирать план игры? Как заметил Вильгельм Стейниц, шахматный чемпион, всякий план игры должен иметь обоснование. Это обоснование лежит не в личности играющего, а в существующем на доске положении. В свое время я обратил внимание на игру санкт-петербургского шашиста Романа Щукина. То есть, у него, так сказать, нет своего стиля игры, он просто делает сильнейшие ходы за доской. С чем это связано? В принципе, в идеале у шашиста даже не может быть стиля игры. То есть, он просто делает сильнейшие ходы за доской. Если есть какой-то стиль игры, то, как правило, он связан скорее с ошибками за доской, а не сильнейшими ходами. Но иногда, конечно, встречаются какие-то планы игры, оригинальные планы, которые все-таки связаны с личностью играющего. То есть, это были чемпионы Василий Соков, Игорь Тимковский, Виктор Литвинович. Очень много шашечных игроков, как раз они делали какие-то ходы, которые были поначалу присущи только их творчеству. Затем уже шашисты брали эти планы игры на свое вооружение. И сейчас уже особо, конечно, стиля игры невозможно выделить ни у одного из игроков. Как выбирать план в шашечной партии? Ну, я уже сказал, что план должен быть связан именно с положением на доске, а не с личностью играющего. То есть, мы должны смотреть, какой это тип позиции. Есть различные типы позиций. Гамбитные позиции, позиции косякового типа, позиции со связками правого-левого фланга, позиции с блокадой правого-левого фланга, позиции, связанные с занятием центра его окружением. То есть, как правило, в шашечной партии, в русских шашках есть, как правило, в закрытых позициях, то есть, позиции, когда шашки расположены друг к другу близко, и белые и черные, как правило, только один сильнейший план игры. Остальные либо ведут к поражению, либо, так скажем, ведут к тяжелой ничьей. В открытых позициях есть несколько планов игры, и играющий, как правило, может выбрать тот, который более соответствует его стилю игры. В стоклеточных шашках можно выбрать несколько планов игры, также связанных с предпочтениями в игре того человека, который играет. Ну, так скажем, русские шашки – это игра. Русские и бразильские шашки – это игры более точные, а стоклеточные шашки – это игра более творческая. То есть, там есть много различных вариантов. Но в русских и бразильских шашках, как правило, один ход уже может привести к поражению или к защите на протяжении всей партии. Поэтому в них надо играть более осторожно, выбирать сильнейший план игры. Никогда не следует торопиться во время партии с выбором плана игры. То есть, сперва мы ищем сильнейший план, проверяем возможности и за себя, и за соперника, затем приводим его в исполнение. Если, допустим, что-то у нас не получается за доской, и нам приходится менять план игры, то, как правило, это ведет либо к ухудшению позиции, либо даже к проигрышу партии. То есть, еще раз подчеркну, что русские и бразильские шашки – игра по сравнению со стоклеточными шашками более точная. Игра более гибкая, там можно менять по ходу игры, планы игры. Но самое главное, хочется подвести итог этому видео, вывод. Друзья, прежде чем сделать ход, вы должны наметить план игры. Нельзя делать просто не связанные между собой ходы. То есть, вы, допустим, посмотрели, пошли, затем соперник как-то пошел, и вы от этого отталкиваетесь. Вы должны уже заранее наметить план игры для того, чтобы приводить его в исполнение. То есть, вы должны как бы заранее предполагать то, что произойдет за доской. Сильные игроки могут рассчитывать план игры до 20 ходов, слабые игроки на несколько ходов вперед, видят, как говорится, сила игры позволяет рассчитывать дальше. Также с планом игры серьезно связан расчет. То есть, у стоклеточников, я заметил, очень сильно развит расчет именно в русских шашках. То есть, когда они играют в русские шашки, они могут очень далеко просчитывать. Но у русачей, как нас называют, есть интуиция. То есть, с помощью интуиции мы видим какую-то определенную слабость в позиции соперника. И отталкиваясь от этой слабости и слабости в нашей позиции, мы можем принимать решение. То есть, мы играем либо на слабость позиции соперника, либо избавляемся от своей слабости. То есть, интуиция в русских шашках и в бразильских шашках играет гораздо большее значение, чем, допустим, в стоклеточных шашках. В стоклеточных шашках больше важен расчет. Ну и хотя тоже интуиция, тоже играет определенную роль. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал. До свидания. До завтра.